Современная система территориального общественного самоуправления в Анапе включает 164 органа ТОС, 62 в городе и 102 в сельских округах. В Большом зале администрации собрались 90 представителей этого сильного общественного движения. С главой курорта активисты обсудили проблемы, веренных их заботам территорий. По улице Крымской, 5-й школы, там пройти его невозможно. На улице Пролетарской когда-то была ливневка. Вода три назад, в это время, заканали. И теперь вода идет, она щекала. Отсутствие ливневой канализации – серьезная проблема, согласился глава. Воде некуда уходить. Около 80% территории муниципалитета скрыто под плиткой или асфальтом. ТОСовцев Юрий Поляков попросил собрать информацию о самовольном захвате газонов и клумб. Есть частный дом, есть ворота, есть калитка, есть заезд. В отбор, да? А фасад, например, 30 метров или 40. Вот он берет, все разложил и сделал парковку. У меня простой вопрос. А с какого перепога здесь должна быть парковка? У него есть заезд в отбор? Есть. Перед воротом асфальт? Есть, есть. Став машину. Почему эти машины должны стоять, используя нашу муниципальную землю? Где же эти клумбы вдруг поисчезали, все забили? Поэтому я вас опрошу, потихоньку соберите мне всю информацию. Вот с фотографии, с адреса, можно без фотографии адрес. Мы будем посылать, ну, а контроль заставлять, или пусть делают обратно. А клумбы, потому что это никуда не одится. У меня такой вопрос. Уже неделю назад Гребенскую от Шевченко до Сангурова разрыли посредине. Ведут газ. Гребенскую, подождите, Гребенскую от Шевченко. От Шевченко до Сангурова. Газовую трубу прокладывают к многоэтажке на Шевченко-156. Но дурная слава самостроя не должна складываться на отношении к жильцам дома, считает глава. Сами жильцы собрали деньги, сами вышли с предложением, и они выполнили все, что им говорил Трансгаз Краевой. И было такое, я дал команду, говорю, до Нового года мы вам дадим газ. И вопрос был в разрытии вот этого всего. И, ну, варианта нет. Причем тут стародукция уже там, он уже продал все давно из-за этого. Еще одна социально острая тема звучит в следующем вопросе. У нас на рейтинге есть здание. Оно принадлежит почтовому отделению федеральное. Оно принадлежит, там находится ФАП, и там третья часть, частное лицо. Течет крыша, и вот чисто на почте, там ужасное состояние потолка, протекает рядом с лампой. Не дай бог. Не дай бог за ним. Да. То есть поручение дали, мы услышали, разберемся. Муниципалитет испытывает нехватку почтовых отделений. Сейчас из 58 необходимых в городе и сельских округах работает 38 отделений. Сейчас все разговоры, которые ведем с застройщиками, мы четко ставим. А вопрос почта, ФАП, полиция. В любом микрорайоне, который строят. Ну, некоторые прошли уже на встречу, отдают там и полицию, и ФАП, там вот Б-100 на Анамском шоссе, пятиэтажки, знаете, вот в этих пятиэтажках отдают. Общение получилось насыщенным. Общественники внесли свои предложения и выслушали мнение главы по ряду интересующих их вопросов. И, конечно, договорились о том, что такие встречи будут регулярными. Забито вся.